Денис Мацуев А завершив этот день начинается Ну и европейские гастроли Внутри них будет Пятидневный вздох Вообще тяжело жить в таком ритме? А я хотела спросить, где вы вздохнете Эти пять дней? Это отдых будет? Боюсь, что это будет Байкал Байкал все-таки, да? Вы же сами с Байкалом Ну конечно, это самое лучшее, самое гениальное место на земле Где я заряжаюсь, где я Возвращаюсь в детство Где я, так сказать Макаю своих гостей На своем фестивале, который будет Первого сентября, уже десятый Мой любимый, мой первый фестиваль Звезды на Байкале Для моей любимой иркутской публики А я еду на Байкал для того, чтобы набраться сил Потому что сезон будет Боюсь, что еще более мощный И по количеству концертов По насыщенности Мне все говорят, что Ну хватит уже Двести тридцать концертов почти в год Двести тридцать концертов? Этого никто не делает из пианистов Я говорю, боюсь, что до 2020 года это невозможно А почему? Почему так много? Потому что я не умею говорить слово «нет» Если я знаю, что меня приглашают и ждут публика Я не могу отказать Но вам звонят и говорят Денис, вот мы вам предлагаем вот это Вот это Денис говорит, да? Я уже согласен Примерно так происходит Мы предлагаем поговорить отдельно Вот об Байкальском вашем фестивале Но я хочу вернуться действительно К очень такому серьезному событию Которое буквально на днях завершилось Я имею в виду международный конкурс имени Чайковского Это феерия У меня старшая дочь, она жила этим фестивалем В буквальном смысле Я ее не видел, Денис Я приезжал домой, ложился спать Еще не было дома И Дмитрий Маслеев Вот я хочу, чтобы вы дали оценку Потому что то, что я увидел То, что я услышал Это просто феерия Вы знаете, вообще в целом конкурс Это просто феерия То, что произошло, это, конечно, бомба Больше 10 Около 11 миллионов человек посмотрел этот конкурс Но Медичи ТВ, уникальной команде французских Телевизионной команды Которая подавала это в ее стиле Это просто уникально И то, что наконец-то о России во всем мире Заговорили в каком-то, знаете, хорошем тоне И позитивные новости были из нашей страны Это было феноменально Потому что действительно уровень запредельный В каждой из номинаций Это, пожалуй, первый и пока еще единственный Положительный новост из России Мы очень хотим, чтобы их больше стало, конечно Я бы сказала, что мы не проигрывали никогда Вот этом вот фортепианном таком Да ладно, нет, нет Подождите Там было все по-разному Или в этом году вот какой-то особенный конкурс Я бы не стал делить на фортепианную скрипку Понятно, что фортепиано всегда изначально Более, так сказать, популярно Начиная с Ивана Клиберна в 58-м году Когда знаменитый Иван Клиберн Выиграл Выиграл американец в разгар Холодной войны Когда Хрущев лично давал, естественно, премию ему Но таким образом, понимаете, вот благодаря тому, что он играл гениально И то, что совпало еще, там же как дословно было Когда Хрущев спросил министра культуры То время, говорит, а что говорят специалисты Ну, там надо было решать Потому что уже все, точка кипения Он говорит, да специалисты, говорят, вроде он играет лучше всех Он говорит, ну давайте ему первую премию И это одно из самых великих решений Хрущева Потому что и, не знаю точно, но, по-моему, и Холодная война пошла на спад с того времени И, конечно, он приехал триумфатором Но самое главное для конкурса Эта планка была просто огромная, понимаете И с тех пор лауреаты, конечно, особенно, вот, так сказать Этот конкурс, он, конечно, настолько показал то Что и наша школа, и другие школы представлены были Просто рос целый талантов в каждой из номинаций У пианистов, я еще раз говорю Не обращайте внимания, кто занял какую премию Уже каждый из них может стать Я уверен Вся Россия полюбила француза Лука де Барко Это потрясающий талант, который абсолютно самородок Ну, также и Дмитрий Маслеев, и Лукас Генишес И Джордж Ли, феноменальный абсолютно китаец Который родился в Америке И Данил Харитонов, и Сергей Рейткин Каждый из них, это абсолютно Естественно, тем не менее, жюри надо присуждать премии Да, вот можете приоткрыть, что ли, занавес Вот, понятно, что силы, возможно, равные Ну, это таким, простите, языком Ну, как делается выбор? А, ну, при этом, может, вы точнее понимаете Кто-то берет техникой, кто-то берет талантом Кто-то, ну, разные нюансы вам ближе И вы это лучше знаете И, тем не менее, принимать решение необходимо Очень сложно, конечно, это не спорт Тут нет секунд, нет, так сказать, рекордов Когда понял, кто первый, кто второй, кто третий У каждого члена жюри свое мнение Но здесь было член Здесь жюри было просто, знаете, ну, уникальные люди Которые не ангаживны, нету своих учеников Вот как они слушали сердцем каждого, понимаете И система голосования, как это ни парадоксально звучит Но да, нет, лучше ничего не придумано Понимаете, мое было предложение в финале Я сказал, я предложил не давать ни шестую, ни пятую премию Я предложил делить Дать первую премию, потом делить вторую Две вторые, две трети Это возможно И четверть, конечно Показать, что уровень настолько сильный Что невозможно понять, кто на втором, на третьем, на первом Еще раз И, тем не менее, Маслеев И, тем не менее, Маслеев, ну, он прошел Почему? Что-то было такое Он прошел более ровно, что ли, все туры Поразив жюри какой-то своей С одной стороны, и холодной сдержанностью С другой стороны, какой-то Какой-то глубиной, безусловно Ну, вот, все как-то внутри Видно, что он когда-то взорвется, безусловно Он нам помнил такого молодого Плетнева 78-го года Вот так, примерно Но это, еще раз говорю, не значит Чем отличается этот конкурс от других? Потому что каждый из них уже сейчас попал в обойму Такого нету нигде И Валерий Гергеев, и я приглашаю всех практически в свои проекты То есть начался сумасшедший бум концерт Такого не было никогда И они уже расписаны на много-много лет вперед Они уже стали популярны просто в мгновение На много лет вперед Да, ну, а гран-при конкурса — это монгольский певец Вот, это же еще одно открытое Конечно Я когда убрал свое лицо от сцены, да То есть, ну, я подумал, итальянец Да Я разворачиваю Я просто Я был поражен Абсолютное явление Ну, так сказать Были раньше монгольские певцы Он, так сказать, поет в Улан-Удэ В театре оперы и балета Вообще у этой нации в крови Есть такое особое звучание Тембр Тембр у монголов Вы знаете Кстати, очень горловое пение Абсолютно Абсолютно Ну, у этого потрясающего певца Какое-то абсолютно Вот вы правильно сказали Вот, если не видите, кто поет Полное ощущение, что какой-нибудь итальянец Или Ну, европеец Абсолютно, да Ну, он сразу поразил всех Я разговаривал с Ларисой Гергиви С Ольгой Бородиной Это, конечно, открытие Просто, может, такая тембральность Такая глубина Понимания того, что он делает И, конечно, Валерий Бесалович Сейчас бросит его в топку Я тоже думаю Скоро уже будет не уланут В хорошем смысле слова Потому что Это уникальный материал Который нужно развивать И уже сейчас Надо давать ему Возможность петь новое Новая партия Денис, посмотрите Не могу не спросить Зацеплюсь сейчас за вашу фразу О том, что Маслеев прошел ровно Да, Дима смог вот выдержать Кстати, француз Опять-таки, вам виднее Профессионалам, да Но я слышал такие реплики Что он в моменте Как-то то ли нервы сдали То ли что-то Нет, он первый раз играл с оркестром А, первый раз с оркестром И там какая-то феерическая вообще история Он очень поздно начал заниматься 14 лет 14 лет это уже Ну да, я знаю Когда Петрушок первый раз играет Вот Но тогда Совет Дениса Мацуева Тем студентам Учащимся Кто занимается профессиональной музыкой Сейчас я не о любите Замечательный ДМШ Музыкальная школа Но мы с вами понимаем Да Есть профессиональный уровень Как найти в себе вот эту силу Чтобы пройти ровно Ведь вы же были в этих ситуациях неоднократно Недавно я был по ту сторону баррикад практически Я вообще жюрить Жюрить Это врагу не пожелаешь Понимаете Я еще там нахожусь Это как Знаете Играющий тренер Знаете Такое Вот еще на поле И вот так перейти В эту сторону Это непросто Это чрезвычайно сложно вообще В чем тайна Тайна Наверное Знаете В настрое каждого из них То, что это не конкурс Насколько это возможно Потому что конкурс Особенно конкурс Яковского Он дает какую-то Ну фантастическую Сказать Вот это безумие Кипящее вокруг И вот эта атмосфера Которая царит При входе в Большой Злой Консерватории Несравнима ни с одним другим конкурсом Насколько это возможно Зато как студенты и учащиеся проходят в этот зал Ну я помню это сам Как мы по крыше переходили на концерты Знаменитых музыкантов Это как вчера было Но тем не менее Настроиться на концерт Я всегда говорил Вы знаете Что вам предстоит Если вы решились на это дело То ваша жизнь будет связана с концертами И вам нужно настроиться Вот когда вы уходите играть на конкурс Никак для жюри Чтобы не смазать ни одной ноты Не забыть текст Чтобы все были установки Учителя внутри тебя сидели Да это все может быть и нужно Но самое главное Это постараться раскрепоститься И показать лучшую игру для публики Которая сидит в зале Потому что вы будете всю жизнь выходить играть для публики Для меня публика до сих пор и будет всегда так Это главный критик А я хочу спросить Был ли у вас какой-то очень сложный концерт Вот такой самый сложный концерт в вашей карьере С чем будет связана сложность? Всегда как первый класс Вы знаете Каждый раз выход на сцену Он с одной стороны для меня Это самый радостный момент дня А он практически каждый день Потому что для меня это момент счастья Сцена для меня это самое главное Когда мне говорят Что ты бы хотел себе пожелать И чем ты хочешь заниматься через 20 лет Я говорю Выходить на сцену И играть третий концерт Рахмайна Потому что это некий показатель твоего состояния Твоей формы И тяжелые концерты, конечно, были Но я не скрываю Что каждый концерт получается Достичь вот того результата Или, так сказать, того контакта с публикой Который получается Не всегда это получается И зависит абсолютно Бывают парадоксальные вещи Ты можешь лететь 15 часов И сразу выйти на сцену Без репетиций Бывает такое, к сожалению И быть Будет неплохой очень концерт Бывает так, что ты приезжаешь Два дня готовишься Хотя это бывает очень редко Взвученные программы Очень много репетиций Выходишь, и ничего не происходит Не прет Да, но самое Да, вот то, что вы сказали Правильно Не прет Именно Ну, я никогда не забуду концерт в Беслане Вы знаете, когда мы играли С Михаилом Плетневым Российским национальным оркестром Концерт Чайковского Прямо перед школой Это был один из самых сложных концертов В моей жизни Потому что там находились дети Которые были там И Там, когда едешь из аэропорта Вот этот памятник Чрезвычайно сложно это было Переосилить Но, тем не менее Все равно Я считаю, что музыка Она лечит Особенно классическая музыка Именно классическая и лечит Я хотел сказать Почему третий концерт Рахманова? Ну, для меня это Лейтмотив моей жизни Для меня это самый Любимый концерт Он был сыгран Когда мне было 13 лет И с тех пор Опять же, с Клиберном Понимаете? Вот когда он победил на конкурсе Чайковского Да, концерт Чайковского номер один И третий концерт Рахманина Вот для меня это был Такой роман И до сих пор С этим произведением Которое я сыграл Больше трехсот раз Во всем Во всех странах мира Но это Вот в этой теме Достаточно сыграть Одну первую тему Несмотря на то, что в этом концерте 50 тысяч нот В этой теме Вся наша Россия Абсолютно Передана и наша душа И наша природа И наши просторы И, конечно Самое главное Что побеждает там Добро в конце Но все начинается с инвенций Вот на самом первом Ставе На первой стадии А из зарубежных Иностранных Шопен Вот единственный Пожалуй Оставшийся С кем у меня нету Виртуального романа Скажем так Почему? Это не значит Я могу завтра выйти Сыграть 24 чудо Шопена Или 24 прелюдии Да, я просто У меня была первая реакция Я не поверю в это Но я У нас не произошла еще Вспышка Вы знаете Я считаю Что Когда мне спрашивают Какое твое Одно Любимых Произведений Кто Любимый композитор Тот Которого я играю Сегодня вечером Потому что у меня Любовь с этим произведением Если у тебя нет любви Контакта любовного Тогда не стоит это делать Хорошо Тогда есть будущее Любови Может быть у вас Это Шопен А были такие Которых отлюбили Ну вот нравились Нет Если уж полюбили То это на всю жизнь И каждый год К счастью У меня таких вспышек Все больше и больше Скажем Мои Мои новые романы С концертами Брамса Мои С камерной музыкой Безусловно Сонатами Шуберта С поздними сонатами Бетховена И с новыми концертами Щедрина Шимановского И многое другое Баховская программа Сейчас Которая будет Совсем скоро Но Шопен Я жду Я обязательно Я уверен Что мы Скоро Будет очень бурно Заискримся Мы в ожидании Потому что Шопен Это тоже Это все-таки Один из столбов Шопена Мы были бы Сиротами Это точно Денис Скажите Вот сейчас Не очень такая Приятная тема Но тем не менее Важно ее Обсудить Смотрите Что бы пойти на Мацуева Уж простите В третьем лице Это достаточно Дорогое удовольствие Я живу Неподалеку От одного Из концертных залов И как-то Я посмотрел На расценки Но Мацуев Это очень дорого Вот я хочу понять Я понимаю Есть коммерческая Есть творческая составляющая Есть разные составляющие Есть организаторы Которые там выставляют Определенные свои условия Вы свои условия Но вот сейчас Формирование цен Насколько это теперь доступно Ведь получается Что Денис Мацуев Это недоступно Для массового слушателя И как вы решаете Тогда эту проблему Смотрите У меня По нашей Моей любимой стране Около 10 Разных региональных фестивалей Начиная От Иркутска С Иркутска В каждом из них Цена не достигает Больше От 500 до 2 Максимум До 3000 рублей Абсолютно доступная цена То что касается Москвы Я горжусь тем Что у меня На предыдущении Уже 12 лет Существует мой Персональный абонемент В Московской консерватории Благодаря этому абонементу Люди Которые Покупают его Они могут послушать Не только Вашего покорного услугу Но и тех Выдающихся музыкантов Которых я приглашаю Включая Зубина Мэтт Лорина Мазеля Михаила Плетнева Юрия Тимирканова Валерия Гергева И многих И целую плеяду Молодых музыкантов Если брать в среднем Я все это Знаю и вижу Все эти ценные билеты В среднем На концерт Можно попасть за 1000 Благодаря этому абонементу То что касается Не абонементных концертов Где я не ставлю Никаких условий Естественно Я не могу контролировать Билеты И конечно Очень часто вступаю В разные Конфликтные ситуации С организаторами Бывает Конечно Для меня это самое важное Потому что моя публика Которую Которую в общем-то И меня воспитала Собственно говоря Для этого абонементы существуют Чтобы было за доступную цену Да Там идет Очень такие жаркие схватки За эти билеты Я не скрываю Но я Специально в этом году Делаю еще плюс Два концерта В моей родной Московской филармонии С очень-очень Интересными программами Которые Я раскрою секрет Ближе к делу Ну Во-первых Это Концерт на троих Без шабанов Чем мы сейчас занимались В Вербье На фестивале В Швейцарии Я имею ввиду Концерт Моцарта Для Трех фортепиано Где я буду сидеть В окружении Ну не буду говорить Кого Давайте мы будем Держать интригу Интригу сохранять Это будет интересно В окружении Трех фортепиано Денис Моцартов На трех инструментах Ну почему Можно попробовать Да Потом будет Камерная программа С потрясающим басом Мариинского театра Михаилом Петренко С восемнадцатью Рахманиновскими Романцами Плюс я делаю Отдельные Концерт Рапсодии Где будет Рапсодия И Рахманина И Гершина И Моя собственная Рапсодия Которая будет Специально Для этого вечера Вот И многое-многое другое Вот это будет Вне абонементные Те вещи Которые я буду контролировать Абсолютно Я вас уверяю Там будут Очень доступны Но потом абонемент Извините И каждый день Каждый год Наш концерт с Валерием Герген На Поклонной горе Девятого мая Общедоступный Естественно Который завершает Московский пасхальный Да точно Этот концерт Который Ну наверное невозможно Сравнить ни с одним Другим Потому что Несмотря на Огромное количество Людей Это около Ста тысяч человек Самые главные слушатели В первых рядах Это ветераны И в последний раз Когда я Заиграл на бис Папури На военные темы Пожилой ветеран Пригласил молодую девушку Танцевать вальс Под это Знаете В партере Это было Невозможно Погнать Часто Даже у вас кому В горле появился К слову сказать Абонемент позволяет И спланировать Ведь все И свою жизнь Вот такие Здесь и сейчас В Большом ежедневнике Под серебряным дождем Плюс 7903-797-6333 Наш смс-портал Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько 10 часов 41 минута Здесь Денис Мацуев В студии прямого эфира Большого ежедневника Плюс 7903-797-6333 Наш смс-портал 730-101 Код Москвы 495 Многоканальный телефон Звоните, пишите Но прежде чем мы перейдем Денис, я не могу Не задать вопрос А как тогда Подбирается репертуар Это же очень сложный Тоже выбор Одна глыба Вторая глыба Уж простите Про великих так Но тем не менее Объять необъятное Невозможно Значит на чем-то Надо сегментироваться Выбор репертуара Это одно из самых Сложных В нашей жизни Концертной Потому что От этого зависит все Потому что Правильность выбора Я не скрою Не всегда это было Попадание в точку Не всегда Не всегда Мало того Я выучил И был такой много раз Когда я выучил произведение Не вынося его на сцену Просто откладывал Даже на несколько лет Потом к нему возвращался И опять мы с ним Воссоединялись Скажем так Как новое прочтение Абсолютно Когда вы говорите Что не попали То есть вам не подошло Что-то там Или вот Химии не сложилось Что подошло Объяснить словами Конечно Слово химия Очень правильно подобрано Не дошло До сердца слушателя Я проводник Между временем Между композитором Который сочинил Много лет назад Такой медиум буквально И публика Которая сегодня Пришла на концерт Вот если этот ток Не прошел А я чувствую это По той же химии Понимаете Это не влияет На реакцию зала Это может быть И стоячая овация И восемь бесов Но я внутри понимаю Что все-таки До конца не получилось Поэтому выбор репертуара Это очень Очень серьезно Сложный И наверное Решающий Так сказать Фактор В конечном Успехе Но удается это сделать Абсолютно Но вы знаете Каждый из моих фестивалей Я его называю Фестиваль любимой музыки Вот когда я приглашаю Неважно Либо легендарного музыканта Либо молодого Совершенно никому неизвестного Я спрашиваю Что ты хочешь сыграть А это отличается от того Просто я по себе знаю Когда мы тебя хотим пригласить Чтобы ты сыграл то-то Или приезжай Сыграй то Что тебя вот сейчас А вы предлагаете Я предлагаю Абсолютно У нас есть Безусловно монографические Такие фестивали Не конкретно Но бывает так Что мы Просим что-то сыграть Но в основном Это вот то Что у тебя на душе Это же совершенно другое Это вот твой Пик твоих отношений С этим произведением И это абсолютно На мой взгляд Ну вот из предстоящего Байкальского фестиваля Что услышат иркутяне Вы знаете Ну когда на открытии Валерия Гергев И второй концерт Чайковского И тройной концерт Моцарта Раскрою секрет На одном Израиле Будет маэстро Гергев Вот Находиться В рейд фане Ордан Со своим новым спектаклем Музыкальным Внутри будет камерный оркестр Современная музыка Это будет и Юрий Башмец Который будет играть Концерт Шнитке И Лютославский И Моцарта И Шестаковича В моменте Иркутск станет Культурной столицей Оно уже стало Когда Зубин Метас Израильской филармонии Приехал в прошлом году В Иркутск Когда он занырнул в Байкал Ему почти 80 лет Мы его сначала отпарили В Венингом Как следует Русская банька Потом Байкал Да, именно И он потом дириживал Жизнь героя Штрауса Так, как я никогда не слышал То же самое Как Валерий Гергев Четвертую симфонию Чайковского Я до сих пор не могу забыть Это прочтение Хотя я слышал Эту симфонию В его исполнении Ну, сотни раз А вы купались в районе Лиственки? Открутите Где купается Денис Мацуев Потому что я-то Последний раз в том районе Мы немножко отплываем, конечно Когда есть время Мы доходим до Песчанки дальше Но здесь На Кругобайкальскую дорогу Порт Байкал Вот здесь потрясающие заливы Где у нас У моего друга Есть небольшая лодочка На корме которой Находится баня Денис А о муль Ну, после этого Ну, конечно А бурханство Так, все Мы на эту тему Прекращаем Есть такой вопрос Хочу его спросить У вас Александр Вот интересуется Никогда не был на концерте Классической музыки А Мацуев Надо сказать Прямо заинтриговал Хочу попасть на его концерт Что вы можете посоветовать Человеку Который не ориентируется В классической музыке Он вроде бы ее любит Но вроде бы как-то и не очень Сразу видно Что он не был на концерте Понимаете Потому что Это как футбол смотреть Понимаете Или как телеспектакль Понимаете Это разные жанры Когда находишься в зале Или когда находишься в котле На стадионе На стадионе Вот Это же атмосфера непередаваемая То же самое и здесь Понятно Что очень важно Выбрать репертуар Для слушателя тоже Потому что Человек Который попадает Первый раз На концерте Классической музыки Это должно быть что-то Ну скажем так Узнаваемое Доступное И Подходящее ему Его Его образу Скажем так Потому что Я обожаю Когда у меня Новая публика Приходит на концерты И это И с каждым годом Это все больше и больше И самое главное Что мы молодых Огромное количество У нас в России сейчас На концертах классической музыки Огромное количество молодых Такого нету Ни в одной стране В Европе Потому что Это в основном Седые головы Это за 50-60 лет Это какой-то филармонический бум Это не только на моих концертах Но и на концертах Моих коллег Причем очень много детей Обратило внимание А вот на стадион На стадион с детьми Я бы не советовал Ну смотри какой стадион Нет Это отдельная тема Это отдельная тема Ну что Про Спартак Поговорим немножко Пишут слушатели Евгений из Перми Сейчас скажу И много привет Денис из Перми И Спартак Конечно же чемпион Как так получилось Спрашивают слушатели Что вы и в классике И в футболе Казалось бы Жанры достаточно несовместимы Ну я полюбил Спартак С 83-го года Получается что совместим Меня бабушка к этому приучила Она обожала эти кружева Наши спартаковские забегания Наши уникальные паузы В исполнении Черенкова Гаврилова Потом Цимбаларя Титова Понимаете Это глаз было не оторвать Вопреки результату Мы красиво играли На это ходили Почему так много болельщиков Самая большая армия болельщиков У нас у Спартака Но тем не менее Я мне удавалось совмещать И несмотря на то Что я был вундеркиндом Я пропадал больше на футбольном поле Хотели быть футболистом? Ну как же Это же была моя страсть Я отдавался полностью У меня была собственная команда Во дворе Потом в школе юношеской И так далее И когда я приехал сюда в Москву Я собрал наверное здесь Футбольную команду В ЦМШ сначала А потом уже и в консерватории И везде у нас сейчас свои турниры В Иркутске на моем фестивале Будет футбольный матч Где музыканты будут играть Вместе со знаменитыми Футболистами прошлого Спартаковцами Ну знаете Я хочу пожелать Спартаку Вы знаете Ну мы уже 14 лет Больше без титулов Такого вообще никогда не было Знаете Играя игрой Но выигрывать тоже надо Но были проблемки Были проблемы Были проблемы Зато есть стадион За что Леониду Федуну Огромное спасибо Потому что это конечно грандиозно Я был на многих стадионах Таких Поверьте Можно сравнить и с Ноу Камп в Барселоне И с Сиро в Милане И в Эмбли Ну стой Аплодируем ему Но теперь надо взяться за игру Я желаю Дмитрию Оленичеву Егору Титову И Дмитрию Анан К этому треваверату нашему Спартаковскому Чтобы все получилось Даже эти две игры Но они прошли на каком-то особо эмоциональном Градусе И видно Что уже пошли наши пасы Понимаете Я имею ввиду Пас это Ну вы знаете Вы понимаете О чем мы говорим Я понимаю А если не Спартак То кого любите смотреть Из мировых грандов Я поняла Что значит Если не Спартак Такого не может быть Я знала Вы любите молодого человека Что если не он То кто Вот как вы можете Об этом сказать А это именно из этой серии Ну абсолютно Нет Ну это больше 30 лет Как можно это Господа Я хочу слушателям Вот которые смотрят Сейчас прямую трансляцию Наше интервью с Денисом Ацуевым На silver.ru Вы бы видели Как он зажег сейчас Когда его спросили Про Спартак То есть когда про музыку Это конечно все хорошо Но Спартак Любовь на всю жизнь Абсолютно И желаю в этом году Если не титул Но вернуть нашу игру Я думаю что это удастся Денис я не могу не спросить Про вашу бабушку Все таки Вот вы о ней заговорили И то что она сделала Это фактически Такой пас На всю жизнь Можете коротко рассказать Абсолютно Бабушка жива? Фантастическая нет С сожалению И две бабушки у меня были Фантастические И та и другая В общем то мне дали Огромное количество Каких то полезных Полезных и советов И дел просто Одна была Физиком Другая была Человеком Который в общем то Бросил работу Ради меня Когда я родился Они иркутянки Они иркутянки Да Вот И фантастические Абсолютно Были две женщины Которые были Очень веселые Очень Таком На позитиве Всегда Одна бабушка Просто всегда пела Танцевала Играя на разных инструментах Ходила Боевая Анекдотчица Оставила мне В наследство Три тысячи анекдотов В общем то Все анекдоты Которые сейчас есть Она их собирала В тетрадочку Записывала Всегда Это наследство Которое в принципе Все анекдоты Которые были раньше Это сейчас все повторы Просто немножко Перефразированные Либо адаптированные В наше время А вторая Действительно Втихаря Она имела Наверное Пожалуй единственную Коммерческую жилку В нашей семье Даже в ту эпоху В ту эпоху У нее было Несколько оперативных квартир Одно из которых Она продала И дала мне деньги Вот когда я приехал Сюда в Москву На это мы жили Первое время Это Я этого никогда Не забуду Потому что вообще Каждый из членов Моей семьи Они в общем то Индустрия Под названием Семья Работала на Дениса Леонидовича Денис Леонидович Мацуев Самая главная Цель достигнута была Я им за это Очень благодарен Денис Мацуев здесь сейчас В большом ежедневнике На пару минут прерываемся Затем продолжим Вы слушаете Большой ежедневник Юрия Пронько 10.54 Здесь Денис Мацуев Ну у нас огромное количество Благодарности В ваш адрес Тут вот из Москвы Был на встрече Друзей в Кремле Жена подарила билеты Моя мечта Послушать Дениса Сбылась Спасибо огромное Спасибо С прошедшим днем рождения Поздравляют вас Наши слушатели В том числе Ну вот Фестивальная жизнь Это одно Гастрольная жизнь Другое Подготовка Жизнь Когда вы живете Или вот нет разделения Как такового Это все и есть жизнь Это самый счастливый момент Потому что Фестивали которые я организовываю Они получаются Они каждый год разрастаются От этого я получаю Какой-то удивительный импульс Это и есть моя жизнь Потому что мы встречаемся С друзьями на фестивале Это все мои близкие друзья Которые И музыканты И люди которые это все организовывают И конечно же Гастрольная жизнь Она же В общем-то Несмотря на свой График Она Это счастье Это и есть жизнь А спать-то удается? Вот Простите за банальность Но Научился в самолете спать Но Конечно не хватает Но То что происходит на концерте Это конечно Мне восполняют Те кто за вами идут Уж простите Шикарная тема Шикарная тема На пятки наступают уже Я хочу чтобы они еще жестче наступали И пошли дальше Во-первых Я могу сказать Мой конкурс в Астане Который проходит В Казахстане Это юношеский конкурс До 18 лет Вот благодаря этому конкурсу Уже 3 года он Проходил Есть команда Которым сейчас 10-14-15 лет Это знаете Если мы говорим О русских музыкантах Пианистах Да Это уникальные ребята И они Заявят о себе В самое ближайшее время Они уже заявили Многие из них Но Так что мало не покажется Вот за них Я точно не сомневаюсь Не то что разочаровывают А наоборот Восхищают вас Русская фортепианная школа Жива так Так что мало не покажется Я знаю В Техасе Практически все репетиторы По музыке Все русского происхода А в Китае А в Китае А в Китае А в Джулиар Скол То же самое Абсолютно Начнем с того Что учительница Ивана Клиберна Была Розина Левина Выпускница Московской консерватории Ну здесь мы не сомневались В Джулиарде А в Китае Около наверное 100 уже миллионов Пианистов И говорят уже 800 тысяч Русских педагогов Но я не верю в эту цифру Ну такой Денис Вы не поверите А про Техас Мне говорили 500 тысяч Педагогов Ковбоев Или русских педагогов Вот это Надо уточнять В следующий раз Действительно Вы знаете Во-первых Благодарим вас на то Что нашли время И приехали Но Вот хочу спросить Может быть вам покажется Банальный вопрос Но все же Музыкой занимаются Непрофессионально Миллионы Родители Сдают Это не моя фраза Сдают в музыкальные школы Вот на ваш взгляд Действительно Стоит ли Простите Насиловать ребенка Потому что в моменте Мы же с вами понимаем Ребенок хочет Ну вот Денис Мацой Футбол И так далее Что это даст Или все-таки Ну если Есть какой-то Минимальный талант Но желания нет Тогда не стоит продолжать Знаете Я говорю о любителях Абсолютно Общее образование Музыкальное Для ребенка Необходимо Конечно без нажима Без Издевательств Без заставления Играть на На инструменте По 10 часов Отбивая полностью Всю охоту И самое ужасное Что и в жизни Будет для ребенка Это не Если правильно Все проводить Понимаете Уроки музыки Теперь в школах У нас В общеобразовательных На усмотрение директора Если директору Больше нравится физкультура Что не так плохо Ну он Делается физкультура А музыка уходит Из общеобразовательных школ В советское время 23 рубля стоила Плата в месяц За учебу Музыкальной школы Огромные деньги Огромные по тем временам Понимаете Дети Которые выходят Из музыкальной школы Которые не будут Выдающимися музыкантами У них раскрывается Другое полушарие После этого Абсолютно Вы знаете Когда я выходил К моему классу Где были в основном Девочки в Иркутске И они окружали меня За пианино Я играл Modern Talking И играл Группу Европа Они меня любили Все Одновременно Все Понимаете Я был герой Номер один Для них это было Что-то абсолютно Недоступное Это был мой маневр К тому Чтобы разбить сердца Девушек Одиннадцатой школы Иркутска Ну тут нас спрашивают По поводу рок-музыки Слушатель Денис Масуев Еще как Я поклонник Старого рока Настоящего Классического Который постоянно звучит Под серебряным дождем Денис Спасибо огромное Спасибо вам Рады были с вами встретиться Денис Масуев Здесь и сейчас Завершающий аккорд Большого ежедневника Причем в буквальном смысле Этого слова Мы прощаем Точнее я прощаюсь Марита вечером Еще с вами попрощается А я с вами прощаюсь Уже аж до сентября Уж позвольте Месячишка Передохнуть Вы отдохнете от меня Наберетесь новых сил А уже в сентябре По новой В семь утра В большом ежедневнике Субтитры сделал DimaTorzok